Привет, красонки! Сегодняшнее видео будет о помадах и поговорим мы с вами о нестандартных, креативных и необычных цветах. Если вы достаточно длительное время смотрите мой канал, то вы знаете, что я просто обожаю нестандартные макияжи. Здесь же сразу отвечу на вопрос, который я часто получаю. Ношу ли я эти помады в реале? Ношу ли я их в своей повседневной жизни? То есть, ношу ли я их на улице? И да, все свои макияжи, которые я вам показываю на канале и все свои необычные цвета помад я также ношу в реальной жизни. Черные, синие, серые, темно-фиолетовые, какие угодно, все помады я ношу с большим удовольствием. Начнем мы с классики. Жидкая матовая черная помада от L.S. Flash, которая называется Venom. Обладает не самой комфортной формулой на этой планете. Они также могут крошиться в течение дня, если вы нанесли слишком много. Очень сложно нанести еще один слой поверх того слоя, который уже существует на ваших губах. То есть, очень сложно подправить эту помаду. В большинстве случаев вам придется стереть уже существующий слой и нанести поверх него новый. Явно не является моей самой любимой помадой, если мы говорим о сочетании цена-качество. Потому что стоят они в районе 14 баксов, и вам придется также заплатить шиппинг, естественно. Если говорить об оттенках, в линейке L.S. Flash просто завал нестандартных цветов. Именно поэтому я все-таки решила включить эти помады в обзор. Далее темы формулы больше не будем касаться. Я вам уже сказала, что будьте готовы к тому, что помада не самая комфортная. Если решите что-то из этой линейки заказывать, возвращаясь к цвету Venom, классический черный, подходит под любой образ. Как мне кажется, черная помада является мега универсальной. Если вы искали матовый черный цвет, то я думаю, вот эта вещь может быть вам интересна. Следующий оттенок тоже от L.S. Flash, но теперь он принадлежит к линейке Smitten Lip Tint Mousse. Темно-зеленый цвет, такой елочки новогодний. Кстати, не заметила особой разницы в формуле между вот этой линейкой и предыдущей. Достаточно сухая помада, короче, все то же самое, что с цветом Venom. Сейчас зеленые помады стали достаточно распространенными. В линейке Makeup Monsters, по-моему, есть подобные оттенки. В линейке Lunatic Cosmetic Labs, если мне память не изменяет, есть что-то зеленое. Так что, девчонки, если вы когда-либо искали зеленоватую помаду, знайте, что в линейке L.S. Flash есть цвет на гине, который, возможно, будет вам интересен, но зеленые помады вы можете найти и в других брендах. Еще один цвет из этой же линейки, который называется Vindictive. И этот цвет является одним из моих самых любимых, даже несмотря на вот эту его сухую формулу. Похож отдаленно на цвет поэтик, который принадлежит к линейке L.A. Girl, но его я в это видео не включала. Если вам интересно, о чем речь, посмотрите видео о серых помадах. Так вот, цвет Vindictive является смесью голубого и серого цвета. На губах это выглядит просто фантастически. Я носила его летом на загорелой коже. Мне очень нравился вот этот акцент. Этот цвет называется Catrina. Принадлежит он к лимитированной коллекции Los Muertos. И формулу Catrina имеет гораздо более покладистую, чем предыдущие помады. Никогда она еще не крошилась на мне, губы мне не сушат. В этой коллекции присутствует огромное количество шикарных оттенков. Есть там синий такой металлизированный, фиолетовый, какой-то необычно золотистый оттенок. И теперь мы плавно переходим к тому цвету, который вы сейчас видите на моих губах. Называется он Enamorate и принадлежит он к линейке Simply Vamp от NYX. Фиолетово-серый цвет с наличием металлизированного шиммера, который неразличен на губах, но он явно придает этой помаде объем. Из всей линейки Simply Vamp этот цвет наиболее кремовый, наиболее беспроблемный. Следующие два, которые я вам покажу, имеют некоторые проблемы в формуле, но цвета там просто фантастические. Именно поэтому я и решила вам их показать в этом виде. Оттенок называется She Devil Дьяволица. Он является мега темным фиолетовым цветом, который на губах выглядит фактически черным. Я наше эту помаду с карандашом, и в таком варианте Дьяволица легко приручается и не приносит никаких проблем. Следующий оттенок также принадлежит к линейке Simply Vamp от NYX и называется он Temperance. Оттенок здесь чернильный, и если вы искали когда-либо такую помаду, я думаю, Temptress может вам понравиться. Единственное, что учитывайте, что проблему в текстуре, она имеет точно такую же, как Дьяволица. Эту помаду вы тоже сейчас видите на моих губах. Она нанесена поверх Enamorate и называется она Trickery. Оливково-золотистый, металлизированный оттенок, не совсем плотный. Если вы носите его без карандаша, то ваши губы могут просвечиваться, но оттенок является просто мега уникальным. Я очень долго за ним охотилась и очень счастлива, что его приобрела. Напоминает какие-то ржавые машины из игры Fallout, из оригинальной игры. Если вы понимаете, о чём я говорю, то мы можем быть друзьями определённо. Обожаю вообще мир Fallout, обожаю всё, что связано с постапокалипсисом. Следующий оттенок тоже от NYX, но принадлежит он к линейке Macaron и предыдущая помада, кстати, была из линейки Wicked. Является пастельным, фисташково-мятным оттенком на губах. На моих, по крайней мере, он выглядит более голубым, нежели зелёным. Но всё равно помада явно нестандартная. Если вы любите пастельные оттенки, светлые, то я думаю, вот эта вещь может вам понравиться. Если мы говорим о моей самой любимой помаде из этой линейки, то её определённо является цвет Вайл. Обладает ещё более приятной текстурой, чем предыдущий цвет фисташио. Эта помада является просто на все 100% беспроблемной. И она является 99% аналогом по цвету. Помада Airborne Unicorn, которая выглядит вот так. Принадлежит к линейке Lime Crime. По-моему, просто шикарная, плотная кремовая текстура. Они оставляют значительный такой яркий стейн. Очень похож он на стейн-помад Ведом и Вайл. И ещё одна помада от Lime Crime, которую я часто ношу. Это вот такой вот голубой оттенок. Называется этот цвет No She Didn't. Мега яркий на губах. Привлекает к себе внимание на все 100%. Я очень часто эту помаду смешиваю с другими. Если вы являетесь креативным человеком, если вы любите создавать новые цвета, то вот этот цвет, даже как цвет для смешивания, в принципе, в вашей коллекции вам никогда не помешает. И похожий на него цвет также есть в линейке NYX. И он, естественно, гораздо более бюджетный, чем No She Didn't. Следующий оттенок называется Giggle из линейки LA Girl. И он также является аналогом помады Airborne Unicorn и аналогом помады NYX Violet. Помада эта стоит 3 бакса. Если вы хотите этот цвет попробовать, не вкладывая огромное количество денег в него, очень рекомендую к нему присмотреться. Если вы хотите похожий оттенок, но более темную его вариацию, то, я думаю, вам очень понравится оттенок Love Triangle из этой же линейки. Это просто шикарный вариант для тех из вас, девчонки, кому нравится цвет Airborne Unicorn, но вы побаиваетесь его ядреной насыщенности. Ещё один цвет из этой линейки называется Blue Valentine. Хоть это и синий оттенок, всё равно здесь есть какая-то примесь серого, то есть он не такой ярко-синий. И, как это ни странно прозвучит, но это один из самых носибельных оттенков, которыми я обладаю, по крайней мере, если сравнивать его с оттенком Airborne Unicorn. Blue Valentine гораздо легче вписывается в большинство макияжа, его легко встроить куда-то, и он, опять же, не орёт с вашего лица о своём существовании. Ещё одна помада от NYX, которую я вам уже показывала в своём видео о серых помадах, но здесь я её покажу ещё раз. Обожаю эту помаду. Называется она Cold Hearted, и это серовато-чёрный металлик. На губах выглядит мега необычно. Для меня эта помада является очень носибельной, я люблю её сочетать с нейтральным макияжем глаз, люблю её сочетать с отсутствием макияжа глаз, как я называю это, лысый глаз делать. Да, она металлизирована, но всё равно она не такая ядрёная, как просто чёрный матовый цвет на губах. Если вы хотели попробовать что-то около чёрное, то я думаю, вот этот оттенок может быть вам интересен. Невменяемый и непонятный нюд, который называется Fives Ava, из линейки Giordana Matte Lipstick. Серовато-глиняный, холодный нюд. Мне даже сложно описать этот цвет. Именно из-за своего нестандартного потона она любой образ делает более интересным, даже если у вас просто мега-базовый макияж глаз, вы можете накрасить губы этой помадой. Макияж у вас сразу перейдёт на качественно новый уровень, если мы говорим о креативности. Ещё одна помада из этой линейки, называется она Taupe. Я уже говорила в видеоревью об этих помадах, что помада по оттенку очень похожа на цвет Androgyne от Jeffree Star. Не могу сказать, что она является 100% аналогом, естественно, но всё равно она принадлежит к той же самой семье. Ещё одна помада, которая в последнее время является моим постоянным спутником, называется этот оттенок Raven Raisin и принадлежит помада к линейке Megalust от Wet n' Wild. Фиолетовый пыльный оттенок, я бы сказала, оттенок сливы. Но слива это не яркая какая-то, может быть, недозревшая слива. Я не знаю, как это описать. Такой цвет я ни в одной линейке больше не видела, именно поэтому я решила этот цвет сюда включить. И завершает этот обзор моя любимая помада, которая называется Vampira. Почти чёрная пыльная слива является аналогом помады MAC Cyber. Чуть подсушивает губы, не критично, я вам уже говорила, я ношу эти помады на бальзам. Если вы так же, как и я, являетесь любителем вампирских, тёмных, таинственных оттенков на своих губах, то я думаю, вампедап определённо украсит вашу коллекцию помад. Если вы являетесь счастливой обладательницей какой-то необычной помады, о которой я не сказала, с удовольствием почитаю об этом в комментариях. Если у вас есть какая-то из помад, о которых я сегодня говорила, также напишите ваше мнение внизу. Спасибо огромное за просмотр, всем отличного настроения, улыбайтесь чаще и до скорых встреч. Пока! Цвет этот очень похож на пигмент линейки Makeup Geek, который из линейки Makeup Geek. На вот эти вот все вещи очень похож этот цвет.